дорогие друзья доброе утро сегодня среда 28 апреля и вы слушаете и смотрите 11 выпуск программы утренний соловей я сегодня хотел бы с вами поговорить о том что волнует и беспокоит вероятно подавляющее большинство моей аудитории хотя все-таки не всех я хочу обратиться к родителям бабушкам и дедушкам у которых есть дети и внуки школьного возраста и в первую очередь те кто сейчас заканчивают школу или заканчивает что закончил фактически 9 класс вы прекрасно знаете что даже если мы находимся в крайне стесненных обстоятельствах испытываем очень сильный социальный стресс я имею ввиду обстоятельства самоизоляции проблемы с работой то в каком же состоянии сейчас находятся наши дети и внуки выпускники и те кто окончили 9 класс их стресс верьте хотя они могут не подавать вида гораздо сильнее чем наш и я как папа выпускника прошлого года ныне студента первокурсника хочу сказать что я очень хорошо понимаю и ваши эмоции и ваши чувства и чувства эмоции ваших детей поэтому первое я хочу о чем вас всех сейчас попросить пожалуйста постарайтесь оказывать вашим детям всю возможную психологическую поддержку не надо на них давить не надо охать и стонать рассказываем о том как ужасно складываются обстоятельства поверьте они это знают ничуть не хуже нас на них и так давят школа учителя и давит сама по себе ситуация поэтому первое в чем они нуждаются не в том чтобы мы взбадривали хотя наверное это очень индивидуально некоторых бы надо взбодрить а в том чтобы мы их пожалели да да не будете жалеть собственных детей потому что к сожалению жалости и милосердия в нашем обществе и даже в наших семьях не хватает поэтому пожалейте их посочувствуйте это наши дети это наши внуки и второе для том что мы видим себе прошу прощения мы видим наших детях продолжение нас самих это вполне естественно иначе быть не может но беда в том что мы на не взваливаем груз наших собственных нереализованных надежд обещаний и ожиданий этот груз афи вынуждены нести на своих рубких плечах хотя иногда вот как допустим мой сын он я очень росло и мама его росло и сын выше нас мамой уже нам выше папы на полголовы 195 сантиметров рост так вот помните пожалуйста что они конечно наши дети но они в первую очередь самостоятельные личности и их интересы устремления склонности не обязаны соответствовать нашим ожиданиям от наших детей это чрезвычайно важно поэтому позвольте детям проявлять самим свои интересы склонности и потребности я думаю что лучший пример это пример на собственном опыте и собственной жизни вот я доктор исторических наук кстати мои родители они были первые в своих семьях кто получил высшее образование они инженеры энергетики но они не давили ни на меня ни на сестру когда мы делали свой выбор я пошел учиться истории сестра тоже младшая сестра сейчас я доктор исторических наук сестра доктор исторических наук племянник заканчивает кандидатскую диссертацию жена моя автор учебников для начальной школы но у нашего сына нет никакого желания заниматься истории и я к этому отношусь как должному я это прекрасно понимал и честно говоря даже в каком-то смысле был рад что он не пойдет по стезе стезе отца тети и своего кузена третье обстоятельство которые всегда надо помнить ввиду когда мы общаемся с нашими детьми когда наши дети проходят очень серьезные социальные испытания окончание школы и начало учебы или вступление в социальную жизнь это сродни обряду инициации это очень серьезное испытание так вот пожалуйста помните повторяйте себе постоянно что жизнь несправедливо и она полна случайности как бы наши дети не были хорошо подготовлены и мотивированы как бы они не старались нет и не может быть никаких гарантий что они поступят в тот вуз на тот факультет куда бы мы хотели направить и куда возможно они бы сами хотели пойти опять же мой личный пример я дважды пытался поступить в один вуз я не буду сейчас называть его оба раза мне не удавалось я очень сожалел родители меня пытались поддержать это был в конце концов мой собственный выбор они могли лишь мне дать какую-то моральную психологическую помощь за что им благодарен но впоследствии я понял что это очень хорошо и крайне удачно что я в тот вуз который хотел не поступил помните есть такая замечательная фраза стихотворная если к другому уходит невеста то неизвестно кому повезло так вот в тот момент то что мне казалось несправедливостью в последующем обернулось для меня благом и выигрышем пожалуйста помните сейчас об этом когда вы оцениваете ситуацию в которой находятся ваши дети и в которой кстати находимся и мы с вами сами наш долг как родители поддерживать наших детей потому что кто еще будет их поддерживать сохранять их идентичность обратите внимание их собственную идентичность они их как продолжение нас самих и главное главное чего бы мы от наших детей не хотели как бы они не были сами мотивированы самое главное сейчас вот в эти месяцы очень непростых с моральной и психологической точки зрения испытаний это сохранить их здоровье психическое здоровье зачем вам высоко мотивированные дети которые больны психически и они сами себе не нужны они сами себя обуза чем мы еще можем помочь нашим детям в данном случае уже говорю не только выпускниках а в целом а школьник студентов я не затрагивают отдельная статья мы можем помочь нашим детям самопределиться то есть попытаться почувствовать и дать им понять в чем находится их интересы вот так допустим нам женой повезло с нашим сыном мы помогли ему самоопределиться то есть мы почувствовали чем ему было бы интересно заниматься и посоветовали обратить внимание мы не толкали мы ему деликатно посоветовали те институты и те области знания в которых с нашей точки зрения исходя из его психотипа и склонности он мог бы добиться интереса он воспользовался нашей подсказки хотя выбор был за ним и в общем этот выбор оказался крайне удачным так вот нам надо помочь детям сориентироваться и иметь пожалуйста ввиду что здесь очень часто возникает следующая коллизия есть те профессии которые мы исходя из нашего социального и жизненного опыта считаем необходимыми и способными позволяющими нашим детям сделать карьеру ну то есть это вот нужно это всегда будет востребовано а дети горит а вот нет мне интересно совсем другое и вот я вам скажу крамольную вещь возможно поставлю под сомнение там родительский авторитет если выбор между тем что кажется важным нам родителям и тем что кажется интересным им детям лучше делать выбор в пользу того что интересно им и объясню почему мы проводим на работе без малого треть нашей жизни правда а иногда и больше вот нет ничего несчастнее людей и никого несчастнее людей которым их собственная работа не нравится а это сплошь и рядом если же дети идут заниматься тем что им интересно это кстати не означает что они впоследствии не изменят свое мнение но у них должно быть пространство выбора и они должны нести ответственность в том числе за плоды собственных решений и поступков только так они становятся взрослыми так вот если они выбирают то что им интересно то поверьте даже если эта профессия с нашей точки зрения выглядит практически не применимой или мало применимой гораздо больше шансов что они впоследствии добьются успеха и по крайней мере они сохранят свое психическое и моральное здоровье еще к чему мы можем наших детей приохотить и чем мы можем помочь мы можем им помочь в интеллектуальном развитии каким образом иметь пожалуйста ввиду что дети всегда неосознанно бессознательно воспринимают и усваивают привычки взрослых так вот лучший способ их приохотить к чему-то интеллектуальному это означает повысить их интеллектуальный уровень это дома читать и иметь хотя бы небольшую библиотеку если родители видят как это было с нашим сыном и с моим племянником что там его родные люди близкие ему постоянно читают то поверьте непроизвольно у него рука тянется не только гаджету но рано или поздно она потянется книги пожалуйста имейте ввиду следующее очень важно чтобы детки вот за этим надо все-таки следить там с определенного возраста со 2 с 3 класса или по крайней мере когда у них проявляется проклевывается интерес какому-то чтению чтобы они читали в том числе непременно печатные книги я настоятельно рекомендовал это своим студентам в прошлой жизни хотя бы 15-20 минут в день я объясню почему это важно дело в том что по некоторым исследованиям они требуют еще подтверждение но тем не менее по некоторым исследованиям чтение электронных и бумажных книг формирует разный тип нейронных связей и вот именно чтение бумажных книг формирует тот тип связи который необходим для формирования впоследствии навыка планирования и стратегического мышления в любом случае беды не будет от чтения будут только одна польза если они еще смогут 15-20 минут в день читать бумажную книгу это будет замечательно и последний наверное совет по крайней мере в этой в этой передачи последний совет я вам очень советую всем родителям бабушкам и дедушкам помимо того чтобы демонстрировать детям уравновешенность и образец доброжелательного поведения также постараться сохранять чувство юмора и в первую очередь подчеркну первую очередь это чувство самоиронии в том что мы сами того не замечаем мы на детей внуков давим собственным авторитетом а вот если мы способны пошутить не над детьми он сами над собой это сближает семью это формирует ну то что сейчас принято называть командным духом и пожалуйста мы почему на детей давим мы пытаемся чтобы они избежали ошибок к сожалению каждый каждый из нас обречен совершить определенную долю ошибок как бы мы не хотели мы можем не совершить одни ошибки нас родители предостерегли мы непременно другие ошибки совершим то не очень то честно говоря мои собственных родителей слушались этом пожалуйста отнеситесь и к своим назидательным советам тоже чувством иронии и здравого смысла дети нас конечно слушают с определенного возрастом не очень склонны прислушиваться пожалуйста помните об этом и этот период легче всего проходится это сложный период это занимает два иногда три года если у вас с детьми в том числе дружеские отношения а дружба она основывается на признании равенства и как обычно а да кстати о том как надо готовиться к экзаменам я вам расскажу в следующий раз это те отдельная тема и сейчас как обычно я приведу вам цитату довольно обширную это не любимой мною синека это цитата и знаменитого романа германа гесса игра в бисер это место описывает так называемую фильетонную эпоху это приблизительно период 20-х годов прошлого века в европе но вы сейчас обнаружите если не читали гесса и не помните это место очень много параллелей что же касается множество непосвященных которые в те времена были на редкость привержены к чтению то они все принимали за чистую монету если какая-нибудь знаменитая картина меняла владельца если с молотка продавала ценная рукопись если сгорал старинный замок или отпрыск знатного рода оказывался замешанным скандальной истории во многих тысячах фильетонов читателю не только сообщались эти факты но в этот же день или на завтра ему преподносили уйму анекдотического исторического психологического эротического и прочего материала на эту тему каждое злободневное происшествие вызывало к жизни поток всевозможной писанины причем манера преподнесения этих материалов всецело несла печать наспех и безответственно изготовленного массового товара в сфере фильетонизма следует причислить и некоторые игры которым приглашались и без того перенасыщенные познавательным материалом читатели о чем свидетельствует пространный экскурс об удивительном феномене кроссвордах многие тысячи тяжело трудившихся и нелегко живших в ту пору людей в часы досуга оказывается сидели склонившись над квадратами и крестами и заполняли их соответственно правилам игры определенными буквами постережемся однако смотреть на это как на смехотворную и сумасбродную затею воздержимся воздержимся и от насмешек людей игравших в эти детские игры загадки читавших эти фильетоны ни в коем случае нельзя назвать наивными детьми или охочими до всяких забав фиакийцами отнюдь нет они жили в вечном страхе среди политических экономических и моральных потрясений вокруг них все кипело они вынесли несколько чудовищных войн в том числе и гражданских игры их никоим образом не были веселыми бессмысленным ребячеством но отвечали глубокой потребности закрыть глаза убежать от нерешенных проблем и ужасающих предчувствий гибели возможно более безобидный мир видимости они прилежно учились управлять автомобилем играть замысловатые карточные игры и мечтательно отдавались разграл разгадки кроссвордов ибо перед лицом смерти страха боли голода они были почти вовсе беспомощны церковь не дарила им утешения а дух советов люди читавшие столько фильетону слушавшие столько докладов не изыскавали времени и сил для того чтобы преодолеть страх побороть боязнь смерти они жили судорожно они не верили в будущее правда очень точная зарисовка спасибо вам за то что вы были со мной а я остаюсь с вами берегите себя своих родных и близких и напоследок крощенное объявление мы тут продаем билеты на мою онлайн лекцию 30 апреля так вот вчера похоже на сайт была совершена очень мощная доз атака поэтому мы на сутки продлили продажу билетов до 29 апреля если вы этим заинтересуетесь внизу под роликом вы найдете в описании указание на электронный адрес по которому можно пройти еще раз спасибо вам и до встречи а